Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня будет видео-обзор на покупки из китайского сайта aliexpress.com В этом видео также я буду показывать, как выглядит товар на китайском сайте и как он выглядит в реале. Что мне понравилось, что мне не понравилось, какие там приблизительно цены и условия доставки. Маленькое вступление с сайт aliexpress это китайский сайт, на котором продается куча всякого барахла. Там продаются товары, о существовании которых вы вообще никогда не подозревали. Китайцы научились искусно делать подделки или так называемые реплики, которые фактически один в один на фотографии, но когда это переходит по ссылке к тебе, ты понимаешь, что это очень далеко от оригинала. Иногда, конечно, там попадается приличного качества товара, очень даже нужное в ежедневном обиходе. Я, например, впервые делала покупки онлайн, где нужно открывать счет и рассчитываться в долларах. Вся процедура на первый взгляд довольно простая, но есть некоторые нюансы и по оплате, и по доставке, и по отбору правильного продавца. Если вас интересует вопрос, как заказывать с этого сайта, оставляйте ваши комментарии внизу, я обязательно сниму на эту тему ролик. Весь принцип сайта Алиэкспресс состоит в том, что на нем сосредоточены очень много разных китайских производителей. И фактически они могут делать одну и ту же вещь, но при этом совсем разного качества. Иногда ты даже не можешь точно знать, добросовестный ли это продавец или нет, заплатишь ли ты деньги впустую или тебе пришлют все-таки твой заказ. Там продается абсолютно все. Практически то, что вы видите в видео зарубежных и отечественных блогеров на заднем фоне, то, что они показывают у себя в покупках, чаще всего встречается на китайских сайтах. Когда ты видишь это полное разнообразие пестрых китайских товаров, ты начинаешь понимать, что все это тебе очень сильно необходимо. Поэтому лично я пыталась себя сдерживать, чтобы не покупать слишком много товара. В общем-то, меньше разговором, перейдем ближе к обзору. И первое, что я заказала с китайского сайта, это вот такие вот две подставки, которые у меня в основном стоят сзади. Это вот такая подставка для браслетов и часов. Она в белом цвете. В принципе, конструкция ее очень простая. Это валик, обтянутый искусственной кожей, на маленькой картонной подставке. Ничего сложного, но почему-то в Киеве я это не наблюдала. Выполнена довольно неплохо. В принципе, клея нигде не выступает. Единственное, вот здесь вот не до конца заделанная ножка. Даже видно немножко торчащий материал. Но, в принципе, на функциональность подставки это никак не влияет. Выглядит она довольно прилично. В основном, целостность товара, заказанного через китайские сайты, зависит от вашей почтовой службы. Я давно мечтала об этой вещице, потому что большинство вот этих браслетов я сделала сама. К сожалению, не всегда получается их регулярно носить, в силу того, что они лежат в основном в коробках, и ты просто забываешь и не видишь, какой у тебя есть браслеты, и трудно, в принципе, продобрать под свой наряд. О минусах подставки. Дело в том, что вот этот диаметр трубочки нельзя выбирать. Он идет стандартный. У меня довольно узкое запястье, и вот те браслеты, которые я делала сама, они выполнены на такой силиконовой резиновой основе, которая вот тянется. И со временем, если вы вот растягиваете браслетик на эту подставку, сам браслет тоже начинает растягиваться, и спустя определенное время просто начинает слетать с вас и никак не держаться. Еще один минус в том, что, если, допустим, вы захотите под свой наряд надеть не самый крайний браслет, а, допустим, в середине, опять же, вам нужно будет его растянуть, и вот такими вот движениями через все-все-все ваши браслеты снять нужный. Все это очень неудобно и травмоопасно для ваших браслетиков. В целом, я считаю, что вещь очень нужная и довольно оригинально дополняет интерьер комнаты. Все браслетики на виду, они сверкают, они искрятся, и самое главное, они регулярно используются. Следующий товар, который я заказала, конечно же, подставку под свои сережки. Тоже давно очень о ней мечтала, видела у многих блогеров. Есть они в черном и белом цвете, белая почему-то была дороже. Выполнена она из металла. Желательно перед тем, как заказывать какую-то вещь, читать отзывы. Там они есть и на английском, и на русском. В одном из комментариев было написано, что вот эти ножки пришли погнутыми. И что фактически эта подставка не стоит и постоянно падает. Мне тоже они пришли вот так вот сложенные и не совсем ровные. Конечно, вот так вот это очень неустойчиво. Я додумалась все-таки их прокрутить и сделать подставку более устойчивой за счет этого. Сами ножки тоже были не совсем ровные. Скорее всего, их немножко погнули во время транспортировки. Но так как это очень мягкий металл, его можно, в принципе, выгнуть и сделать конструкцию максимально устойчивой. Из плюсов. Довольно хорошо обработаны вот эти планочки для сережек. Все-таки подставка выполнена с металла. Это очень даже приятно. Стоит недорого, но и выглядит довольно хорошо. Вот так вот они в паре, очень красивенько. И так по девчатке смотрятся в комнате. Из минусов. Кроме того, что вам придется вручную выставлять ножки, это не очень качественно сделана вот эта вот декоративная часть, где очень неаккуратная спайка. Видна окалена на металле. Она еще наверх закрашена белой краской. Если присматриваться, очень аккуратно и так видно, что на быструю руку сделана. Ну вообще вещь функциональная. К ней никаких претензий нет. У меня вот стоит в комнатке и радует мой глаз. Также вдогонку к подставке я, конечно же, заказала себе сережки. Как раз в то время, когда в моду вошли пусеты, я себе сразу же присмотрела две пары пусет на китайском стайте, которые там стоили просто сущие копейки. Пусеты я заказала в розовом и белом цвете. Как по мне, это самые универсальные цвета. Там их очень большое разнообразие. И перламутровые, и со стразиками. У меня самые обычные. Единственное, что вот эта вот часть, в которой большой шарик, он слишком крупный. И на моих ушах это смотрится очень ужасно. Слегка похоже на какой-то странный пирсинг. То ли у меня в ушах какие-то непонятные туннели. Ну, в общем, на моих мочках ушей почему-то смотрится очень габаритно, очень неаккуратно, очень так похабно, я бы сказала. Поэтому как пусеты я их одела всего несколько раз. Я их ношу больше как гвоздики. Что удивило, то что механизм открывания и закрывания сережки очень хорошо срабатывает. Они никуда не соскальзываются и очень надежно держатся на ушках. Но вскоре я начала понимать, что эти вот позолоченные части начинают после контакта с кожей темнеть. Это не переносится на ухо. Темнеет только сам металл. Причем, когда я снимаю их с ушей, они обратно приобретают первоначальный вид. И кажется, что это то ли меня проглючило и они не потемнели, то ли там какая-то странная реакция у них происходит. Конечно, как бы особо не стоит удивляться, потому что стоило сущие копейки. И блин, это заказано из китайского сайта. О каком качестве, в принципе, мы можем говорить. И еще одну пару сережечек, которые заказала, это вот такие вот блестящие сережки, выполненные в стиле под белое золото, дополненные камешками, первые крупные циркони и сверху маленькие. Защелка английского типа. И довольно приятно меня удивила свою надежность. Когда вы надеваете сережку и закрываете, вы отчетливо слышите щелчок, что свидетельствует о том, что сережка надежно закреплена на ушки. Сами по себе серги очень красивые, красивая огранка, хорошо они блестят на свету, конструкция очень гладкая, вполне можно спать и использовать каждый день, пока ни в какую реакцию сам металл не входил, он не темнеет, камешек не тускнеет. И в принципе, если кто не знает, что это заказано с китайского сайта, выглядит как очень дорогая элитная бижутерия. Не могла я пройти мимо скидок на китайском сайте, и конечно заказала себе вот такой вот милый кошелечек. Это вообще, по-моему, для визитных карточек, ну, или просто карточек. Он очень маленький, был на скидке, там очень много разных цветовых вариаций. Я себе выбрала вот таком вот насыщенном коралловом оттенке. Дополнен этот кошелек золотой молнией, которая очень приятно и легко ходит, что очень странно. И вот таким вот красивым бантиком. Здесь еще была золотая надпись, которая, в принципе, после недели использования благополучно стерлась. Но, как по мне, она там была явно лишней. Внутри кошелька красивая розовая подкладка в белый горошек и маленький потайной карманчик, в котором у меня влазит только один палец. И в нем я храню жетончики и пару копеек мелочи. Очень удивило исполнение. Все прошито очень ровно, строчка к строчке. Хороший и надежный замочек. Полностью довольна этой покупкой. Хожу с ним уже давно-давно и просто не нарадуюсь. Следующая покупка это вот такие вот яркие, красивые часы на резиновом ремешке. Давно себе такие хотела. В Киеве, как по мне, очень завышены цены на такие модели. Опять же, очень большая вариация цветов. Я себе выбрала вот такой вот мятный и за белым циферблатом. Сзади написано Женева. Часы ко мне пришли уже с батарейками и полностью рабочие. Они тикали. Осталось только выставить время. Как по мне, выглядит очень красиво и ярко. В таком более спортивном стиле. Еще ни разу не останавливаюсь. Вот с момента покупки уже довольно давно прошло и до сих пор исправно себе идут. Полностью довольна покупкой. От дизайна до качества. Честно, не ожидала вот абсолютно такого от китайцев. И следующая уже покупка разочарования. Это вот такой вот футлярчик для духов. Тоже давняя моя мечта. Потому что не хочется в сумочке таскать большой бутыльочек духов. И хотелось куда-то их перенести. Так, чтобы они были всегда при мне. Сейчас я вам покажу, как это все работает. Берете ваши любимые духи и снимаете верхний колпачок. Вот. Вот здесь внизу есть специальное отверстие. Вам нужно приложить его к вот этой части духов. И в несколько раз нажать. Вот видите уровень, сколько у меня здесь духов есть внутри. Он набирается. Все. Вот они у вас удобно в маленьком контейнере. Сама брызгалка, пульверизатор работает довольно хорошо. Распыляет очень экономно. Но самое плохое в том, что вот эта вот часть протекает. То есть, когда вы бросаете их в сумку, часть духов выливается, а часть просто улетучивается, испаряется и так далее. Очень обидно. Пробовала уже заклеивать ваточкой. Пробовала заклеивать скотчем. Пробовала ставить вверх ногами. К сожалению, ничего не помогает. И в итоге, когда нужно воспользоваться дугами, у вас остается их всего лишь на дне. И все остальное проливается в сумочку. Обидно, потому что вещь нужная. Жаль, что такого отвратного качества. Следующий очень странный заказ. Это вот такие вот тату переводные в виде разных птичек. Стоило там пару центов. Просто решила попробовать. Летом как-то все руки не доходили. И вот уже осень. А они у меня еще целенькие. Фотографии почему-то они выглядели более такими утонченными. Сами птички были как будто бы меньше. То ли мне так казалось. И там у девочки была татуировка. На руке вот здесь смотрелось очень аккуратненько. Так по девичьему. Мне пришли почему-то какие-то то ли голуби, то ли вороны. Какие-то очень крупные. Ну, в общем, не знаю. Никакой инструкции, ничего не было, как это использовать. Пока лежит, может когда-нибудь дойдут руки. И последняя покупка уже с категории косметики. Это вот такой вот лайнер-подводка для глаз. Который я видела у американских блогеров. Сама кисть очень тоненькая и удобная. В ней можно прорисовать абсолютно разнообразные стрелки. Самое интересное, что на маркере обозначена надпись водостойкий. Но при этом подводка сразу же скатывается в подвижное веко. И даже с капелькой воды без проблем размазывается по всему лицу. На этом все. Надеюсь, это видео было вам интересным. Пожалуйста, дайте знать, если досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть больше интересных видео. Всем еще раз огромное спасибо за просмотр. Всех целую и пока. Субтитры сделал DimaTorzok